физкульт привет друзья ученики просто случайный зритель это видео прямого эфира в instagram буду отвечать на ваши вопросы если они у вас будут появляться и если звук будет не очень хорошим если я залью его это видео на youtube то уж извиняйте такой формат видео здесь бассейн здесь шумит водопад еще там гольфисты на своих карах ездят лежу пытаюсь загорать сегодня у нас 29 градусов уже в 10 утра но как вы видите переменная облачность облака плывут белогривые лошадки это солнышко видно то не видно сейчас пока она скрыта за облаками как раз будет удобно читать ваши вопросы и по мере возможности отвечать на них так что давайте задаем кто первый кого что интересует да танюшка уже в эту пятницу выходит на сцену все будем болеть постараюсь сделать прямой эфир для вас если будет хороший интернет если нет то конечно же сделаю это все в записи так не буду все успевать читать блин да не говорите мне счет там наши с америкой играют или наши с русскими не знаю теперь как говорить и посмотрю в записи потом обзор неохота идти в спортбар там надо будет обязательно пить пиво неохота давно уже не пью да очень много вопросов по жанне девочка которая начинала вместе с татьяной но нужно понимать что красота не всегда равно дисциплина несмотря на то что жанна хорошей форме конечно это генетика пока что и как бы это сказать помягче молодость это со временем пройдет к сожалению жанна очень хорошая девушка хороший человек но дисциплины ей не хватает ни в питании не в режиме дня ну и другие цели и задачи судя по всему так то она приходит тренируется молодец но питание режим у нее отвратительные поэтому качество ее тело не улучшилось ни на грамм хотя пропорции у нее замечательные что показала недавно в орландо проходила у нас соревнования моделей якобы сейчас каждая вторая модель если не каждая первая по нижнему белью и вот насколько я знаю жанна там выступила заняла второе место и по-моему получила при зрительских симпатий что-то такое таня же наоборот можно сказать что генетически она не так предрасположена как многие другие девушки но как часто бывает зачастую и это обидно что те у кого есть здоровье те у кого есть скажем так все на блюдечке преподнесла им природа родители генетика создатели если хотите эти люди обычно не ценят это все ни к чему не стремятся татьяна же поразила меня своим подходом на самом деле работа с ней очень легко я провожу с ней в зале мало времени в основном поначалу только обучал ее техники подкорректировал при этом что как вы знаете ее поклонницы поклонники что она всегда тренировалась дома при этом она очень легко и быстро и грамотно освоила технику таких упражнений как приседания становая тяга очень хорошо спрогрессировала на брусьях сама уже отжимается может пять раз подтянуться что тоже для девочки очень очень неплохо мы с ней от занимались четыре ой пять месяцев и вы увидите какое на отличной форме скажу сразу что видео фотографии не передают того какая ее актуальная форма пишут у нее нет папа у нее нет того сего я вам гарантирую папа у тани на загляденье я был бы рад если бы у всех у вас девчонки жены наши подруги были такие попки и тренируется она мощно грамотно без всякого лишнего мифов ерунды без всяких махов мы делаем базу мы не делаем кардио и конечно же она есть быстрые углеводы у меня после тренировки сразу даже сейчас и мы не качаем пресс специальными упражнениями но вы все видели да какой у нее шикарный прекрасный пресс о чем это говорит это лишний очередной раз подтверждает то что я вам всегда говорю то что говорили многие бодибилдеры золотой эры бодибилдинга что пресс лучше всего тренируется именно в таких упражнениях чем если вы будете толпить его там скручиваниями особенно если вы девушка то этого делать не нужно то что приседания становые тяги увеличивают талию придумали как бы помягче опять таки сказать если есть дети закройте уши им придумали тренера долбоебы почему я так говорю потому что все очень просто гораздо легче посадить вас в тренажер чем обучать вас грамотной правильной техники это не выгодно не тренеру не выгодно не фитнес-залу потому что не дай бог что-то с вами случится а вы подадите в суд особенно это здесь в америке распространенного кому это нужно да и кому нужен вас и ваш результат друзья кому посмотрите оглянитесь вокруг что происходит сейчас фитнес это бизнес посмотрите на наше современное российское бикини ну просто страх сейчас каждая намазавшаяся гримом девочка мнит себя бикини причем даже нет занимавшиеся месяц есть такие индивидуумы которые выходят на сцену мне лично как тренеру было бы стыдно выпускать такого человека все кто от меня выходят на сцену а в основном конечно мои ученики ученицы тренируются у меня дистанционно я вживую мало тренирую они выходят на сцену показывают хорошую форму посмотрите что происходит на даже на чемпионатах россии какие девочки выигрывают а все потому что судействе сидят их ней тренера сейчас это чисто конкурс красоты и если в конкурсе красоты вы проходите однозначно на таких высоких конкурсах через постель это тысячу процентов то в бикини это все еще более сложно вы не должны там с кем-то спать вы должны продвигать тренера должны продвигать клуб должны продвигать то или иное действие и я это говорю не потому что там я люблю или не люблю россию просто объективно смотрю фотографии смотрю видео смотрю на попы целлюлитные девочек которые занимают места выше девочек которые в гораздо лучшей форме чем мне нравилась сама категория бикини когда она зарождалась до тем что это была красота спортивной фигуры не перекаченной не пересушенной не жирной не толстой не худой а именно красота спортивного женского тела но к сожалению от этого отходит федерация биби естественно это по всему миру потом распространяется ну посмотрим конечно таня будет выступать в двух категориях первая категория в которой будет выступать это девочки которые ни разу не выступали я так думаю там будет наверное человек 100 150 и будет категория которые уже от занимались я предполагаю рассчитываю надеюсь что мы займем как минимум третье а лучше первое место в категории новички и было бы просто замечательно попасть танюшки в десятку категории людей которые уже выступают потому что это от двухсот до трехсот человек как показывает опыт практика я уже четыре года хожу на эти соревнования здесь во флориде это очень серьезные соревнования и биби люди выигравшие там получают определенные бонусы и те кто серьезно профессионально выступает получают баллы для прохождения на олимпию так что это очень очень серьезный турнир мы взяли высокую планку конечно мы готовы критики мы готовы к оскорблениям но нам стане на это плевать потому что мы сделали за пять месяцев я считаю огромную колоссальную работу именно для того чтобы показать вам как можно изменить женское тело уже даже хорошее женское тело просто с помощью силового тренинга и питания без какого-либо кардио без каких-либо махов и прочей ерунды без развода вас на бабки которые пытаются производить фитнес-тренера и естественно фитнес-клубы не забывайте что современные фитнес-клубы зарабатывают именно на персональных тренировках поэтому так сильно много мифов по этому поводу так разговаривала с очевидцами рассказывали что ничего они не продвигают для них это как иметь айфон модно и должно быть у каждой богатенькой каприз да друзья это как в российском шоу-бизнесе на самом деле и смысл как раз таки говорю в том что бикинистки современные и российские я не пытаюсь как-то занизить тех девочек есть очень много девочек которых я люблю уважаю как которыми прям гордиться которых хочется чтобы выступали представляли россию на международных турнирах но это тоже правда для большинства это как галочка выйти выступить занять какое-то место но опять таки говорю тренер который сидит судья будет и как показывает практика продвигает своих ну ладно закончим на этом так скажите пожалуйста а какие особенности в питании и тренировках у подростков спасибо огромное за ваш труд хороший вопрос на самом деле то что подросткам нельзя заниматься с отягощениями это полный бред случился он насколько я помню по причине что как-то археологи по-моему китае но может быть в японии могу ошибиться столько информации просто перегружается уже голова и не совсем все запоминаю как-то в исследованиях своих наткнулись на да не пугайтесь было это где-то наверное почти может сто лет назад на детское рабство там в общем в каменоломнях как можно так сказать работали подростки естественно в китае там этого добра хватает полно народу люди пропадают люди были в рабстве их освободили ну и вы знаете что китайцы как бы сами по себе не акти какие высокие но при этом они занимались реально очень тяжелым физическим трудом и естественно представляете какие условия жизни у них были как они питались о витаминах о качественной идее естественно речи не идет и эти горе ученые сделали вывод что тяжелый физический труд именно обращаю внимание ваша на это тяжелый физический труд не занятия там со штангой или в тренажерке замедляют рост подростка но это полная чушь конечно если вы отдадите своего ребенка какому-нибудь горе инструктору который начнет грузить его сразу же тяжелыми приседаниями в отказ на 35 повторений убьет любого это убьет любого взрослого но начинать заниматься с отягощениями можно и нужно уже в десять лет лучше всего если вы сами будете следить за своим ребенком и тренировать его либо отдадите его очень грамотному специалисту который будет естественно следить за особенностями тренинга подростка какие особенности конечно же посмотрите на гимнастов насколько они развиты но у них отстают ноги все об этом знают отстают они не по той причине что они не хотят их тренировать а по той причине что гимнасту ноги как мертвому припаркам если не хуже потому что они будут служить лишним отягощением как бы баланс тела в гимнастике требует других пропорций другого развития тела но к чему я посмотрите насколько развиты ребята насколько у них мощные спины широчайшие бицепсы грудные мышцы это подтверждает то о чем я всегда говорю что в любом возрасте брусья являются лучшим упражнением для трицепсов и грудных мышц лучше любого жима лежа и об этом не раз говорил шварценеггер но кому интересно такую информацию давать гораздо приятнее сказать что он тренировался в тренажерах наутилус которые набирали на тот момент ход что он делал жимы лежа да никто не умиляет того что шварц много жал но как он сам говорит больше всего его грудные откликались именно на отжимания на брусьях и естественно они работали целиком и полностью сверху донизу грудная мышца не работает частями как принципе любая другая нельзя как вам говорят целенаправленно грузить какой-то отдельный мышечный участок участок мышцы ну просто сами подумайте как это это просто анатомически физически невозможно в подтягиваниях и в брусьях вы должны заставлять обучать личным примером показывать своему ребенку что нужно это делать постоянно причем что радует любом возрасте в этих упражнениях сила растет очень быстро очень быстро и естественно растет прогресс но что самое главное тело на работу со своим весом откликается гораздо быстрее и о чем я говорю постоянно вот есть петли trx да подобные петли разные если вы будете грамотно в них работать то это лучше любого кардио при грамотно составленном питании ваше тело приобретет очень быстро свои хорошие кондиции пропорции избавиться от жира естественно если вы будете хорошо и грамотно питаться что следующее нужно помнить в тренинге подростка подростку нельзя тренироваться в отказ никогда разве что на окислительные мышечные волокна но вы знаете что там отказ это совершенно другой отказ это просто невозможность уже из жжения из-за утомления выполнять упражнения а не позитивный отказ когда вас весом просто придавливает вот таких вот отказов натуживание задержек дыхания следует избегать и естественно в упражнениях таких как становая тяга приседания следует работать очень очень грамотно чтобы ребенок не доходил даже близко к отказу останавливался где-то за два-три повторения до его наступления как вы понимаете это все требует очень тщательного подхода работа с детьми с подростками это совершенно уникальная работа если вы найдете хорошего тренера по тяжелой атлетике что крайне крайне сложно то я рекомендую отдать ребенку в группу тяжелой атлетике или гимнастике но если вы отдадите его в гимнастику сразу как вы уже поняли поймите что ноги будут отставать тяжелая атлетика поможет развить вашему ребенку необходимые мышечные волокна заложит ему силовую базу силовой фундамент и при разумном подходе она именно тяжелая атлетика поможет ему в дальнейшем грамотно разбираться в процессах построения тренировочного процесса избегать травм вот такие основные постулаты тренинга для подростков как можно больше упражнений собственным весом различные прыжки выпрыгивания выбегания и конечно же не будет лишними занятия со штангой самое главное подходить ко всему грамотно найти грамотного специалиста в этом деле самое сложное дело так я так понимаю он загорает да друзья я загораю чтобы не показывать вам свое лицо очень близко не шокировать вас просто показываю вам небо разве это не хорошо вы не хотите видеть как у нас здорово во флориде почему я вас всех постоянно сюда приглашаю здесь я живу вот мой бассейн 1 2 с холодной водой с водопадом и там вот перед ним где вот пальма джакузи стоит может попозже пойду там погрею старческие кости почему у вас егор пальмы потому что здесь тепло и они растут подскажите как новичку понять что твой тренер профессионал как не ошибиться выборе тренера слушать это да очень хороший вопрос и наверное на него лучше подготовить отдельно тему подготовить статью а потом сделать видеоролик скажу следующее задайте тренеру пару вопросов по тому с чего нужно начинать тренинг новичку с тренажеров или со свободных весов если он ответит со свободных весов то это уже более менее грамотный принят если он вас пошлет на тренажеры то это дилетант шарлатан спросите что главное в построении мышечной массы и жиросжигания спросите как лучше всего из чего начать если вы хотите худеть силовой тренинг или классическое кардио если вам скажу что классическое кардио то это просто глупый человек в общем нужно подготовиться более серьезно к этому вопросу так бег я на силовые базовые заменила колени стали лучше были убиты конечно я не раз говорю о том что бег убивает ваши колени и обратите внимание не хочется хвастаться но любые темы которые я поднимаю два-три года назад их все сначала хаят смеются но потом берут на вооружение преподносит как свои посмотрите кто первый рассказывал о вреде кардио посмотрите кто первый затронул тему инсулина посмотрите кто первый ну не считая конечно силуянова стал говорить вам о том что периодизация основанная на различном типе мышечных волокон грамотная кто говорит вам о рейтинге мышечных групп кстати больше по моему об этом никто ничего не говорит о зависимости наших мышечных групп друг от друга и вам станет все ясно егор спасибо за последнее видео про варикоз мне 35 лет с чего начать заниматься непрофессионально просто для поддержания здоровья и веса да неважно друзья хотите вы начать заниматься профессионально или просто для здоровья задача одна и вся она уже давно описано в моих статьях заходите на мой сайт h.m.g.ru и там есть ссылки на мои статьи и сами статьи абсолютно в бесплатном доступе почитайте посмотрите видео обязательно что вам нужно соблюдать если у вас есть варикоз у меня есть отдельное видео вообще коротенькая про варикоз где я вам конкретно рассказываю что и как нужно делать как же все грамотно прямо рада что егора узнала спасибо друзья очень приятно читать такие комментарии ответьте пожалуйста директе я вам отправила видео о технике становой тяги хочу знать ваше мнение правильно ли делаю я еще не успел значит его посмотреть отвечу вам там в личку у вас есть видео про тренировки для подростков пока нету спасибо огромное егор что скажете про врожденный порог сердца получаю ограничение огромное удовольствие какой-нибудь совет про сердце друзья сердце уникальный орган который никогда не устает который работает у меня у самого проблемы с сердцем мне всегда через моих родителей запрещали любой вид спорта кроме шахмат но тем не менее я учился спецклассе по футболу затем занимался единоборствами теперь вот таскаю железки на протяжении всего этого времени мне все врачи всегда говорят что я скоро двину кони что мне вообще нельзя этим заниматься но я считаю что движение это жизнь неважно какие у вас проблемы если вы можете двигаться двигайтесь если вы можете ползать ползайте огромное количество примеров когда люди поднимали себя движением не знаю я рассказывал вам много примеров про луи симмонса про моего друга пауэрлифтера которые садились в инвалидное кресло и с помощью гиперэкстензии возвращались себя не только ходьбе к жизни нормальной но вернулись в спорт устанавливали новые мировые рекорды а когда я был молод я работал на автовазе и знал одного мужичка ему тогда уже было под 50 лет такой он был очень страшненький на вид с ним никто не общался но мы первые в городе кто приобрели велосипеды катались на них и как-то так познакомились стали общаться потом спортзале в одном встретились в городе и меня поразила история этого человека он был водителем и как-то ночью ехал по трассе не горела у него одна фара и прямо посередине по его голове проехала огромная огромная машина не помню название чтобы вас не обмануть в общем череп у человека треснул его морг уже отвезли там каким-то чудом узнали что он не помер вернули его зашили ему голову и на протяжении двух лет человек лежал даже глаза говорит когда открывал его тошнило рвало в общем был овощем реально но не помирал после двух лет лежания такого он понял что а человек активный видать был раньше всю жизнь что проще наверное все таки умереть добиваясь улучшений своей жизни чем быть таким вот вы знаете для большинства людей нет ничего хуже чем быть обузой для других людей особенно для своих близких людей что он делал он горит я стал падать с кровати и просто ползать по комнате какое-то время говорит это было просто адское мучение когда это стало говорит не вызывать у него уже отторжение он стал потихонечку пытаться приподниматься на руках делая подобие каких-либо отжиманий и вот так так вот потихонечку постепенно человек вернулся к нормальной жизни понимаете а ему врачи говорили что он никогда уже не сможет ну не ему а родственникам вернуться к нормальной полноценной жизни так что друзья никогда не ставьте на себе крест тот кто хочет тот всегда вы знаете уже эту заезженную фразу находит возможности находит а кто не хочет тот имеет и ищет причины чтобы что-то не делать так давайте будьте на позитиве любую ситуацию вашу жизненную любую старайтесь оборачивать позитивом плюсом вы знаете многие знают кто не знает через что пришлось пройти мне какая там идет обо мне тоже слава любого другого человека это бы просто убило я имел свою федерацию я имел три зала в россии все очень хорошо развивалась настолько хорошо что мои друзья просто решили кинуть меня и вот из героя я в одночасье превратился в антигероя стал сразу же геем педофилом мошенником и наверное суперменом потому что когда после года борьбы с этим беспределом а все таки я тоже был не ангелом у меня были связи друзья и и среди ментов и среди бандитов хочу сказать что много говна но есть и что поражает есть порядочные люди с обеих сторон нужно это помнить всегда кто бы что о вас не говорил это никак не меняет вашей внутренней сути это не должно менять вашего представления о себе многие друзья отвернулись от меня многие браги мои поддержали меня я был в шоке и на самом деле ситуация конечно же неприятная и когда уже незнакомый мне момент сказал что если ты не исчезнет что тебя завтра уже закроют а что будет дальше непонятно там были на меня как бы и покушение когда я в лесу прогуливался естественно есть там все зафиксированные медицинские справки но меня ни в одном мусорне не принимали и начальник фсб новый начальник фсб города потому что друзья которые все это построили а такое как вы понимаете организовать могли только самые близкие люди самые близкие друзья кто знал как подойти с какой стороны как это все грамотно сделать и в итоге что случилось я потерял вообще все что на чем работал неважно честно не честно что чего достиг в этой жизни понимаете мне было на тот момент уже 36 лет почти и плюс такая резкая репутация такой негатив большинство людей это бы просто убило но тем не менее я никогда не отчаивался а я всегда пропагандировал позитив все мои друзья и большинство как оказалось потом завидовали мне мне близкие друзья которые сначала отвернулись потом естественно обдумав все поняли что это полная чушь вернулись напрямую сказали мне что просто завидовали всегда моему образу жизни думая что это все досталось мне как бы просто так но я не сын богатых родителей я приехал вообще в россию 18 лет работал на автовазе причем тяжко работал был период когда я на трех работах работал но я всегда знал что моя жизнь заботится обо мне и выведет меня нужное русло как и случилось и даже ту ситуацию что произошла со мной большинство говорю там затрелись повесились бы убила но я знал что для чего-то эта жизнь делает так сейчас я понимаю все это было только для того чтобы я улучшил качественно свою жизнь потому что мы с женой не знали уже чем заниматься куда дальше развиваться но вот мы оказались у разбитого корыта в чужой стране новом мире совершенно я не говорил на английском жена тоже еле-еле там понимала при этом ноль денег работать приходилось в черных на вечеринках но я знал что это очередной этап позитивный этап моей жизни я не вижу просто почему это произошло но мы не можем знать планов нашей жизни на нас с вами ведь когда вы рождаетесь вы тоже ничего не знаете но родители заботятся о вас именно так такого вот мышления я всегда придерживался даже не изучая определенную литературу еще на тот момент я знал что жизнь всегда любит меня заботиться обо мне и все что она не делает она делает только ради меня раз случается такая ситуация вы должны понимать что это сделано только ради вас если вы будете не встречать ее негативно вы будете только мешать себе и жизни развивать ваши планы помните что любая мысль материально почему нельзя мыслить негативно почему нельзя бояться чего-то потому что для жизни не существует приставки нет она реагирует на самые мощные ваши эмоции и почему у большинства людей случается то чего они больше всего бояться задумайтесь об этом потому что соединяется в намерении мощнейшая энергия когда вы думаете и головой и сердцем и эмоциями всем что только можно в одном направлении к примеру боитесь вы чего-то всего потерять всегда боитесь думаете только об этом и думаете так блин я боюсь я не хочу потерять я ничего не потеряю это неправильные установки потому что для жизни повторяю не существует приставки нет для нее существует только мощнейший выброс энергия от вас идет негативный выброс энергии и случается в вашей жизни негатив потому что жизнь воспринимает это как то что вам нужно как то что вы ей выплескиваете вот почему большинство магов если хотите людей которые понимают насколько матричный этот мир говорят вам о том что жизнь это отражение ваших мыслей что это зеркало вашего внутреннего состояния только по той простой причине что жизнь смотрит на вас как на зеркало видя все ваши мысли все ваши переживания и самые сильные эмоции самые сильные переживания самые сильные желания сбываются осуществляются в вашей жизни Так вот отвлекся немножечко, извините, бывает. Есть еще у кого-нибудь вопросы, которые не встречаются в моих статьях, в моих видеороликах? Может быть, у кого-то есть темы для подготовленных видео? Так, Егор, здравствуйте, расскажите, чем вообще люди занимаются во Флориде, где работают? Друзья, но это вопросы не ко мне. Смотрите выпуски блогеров, которые занимаются этим. Смотрите Ру Флориду, она грамотно показывает реалии жизни во Флориде. На самом деле Флорида это райское место и это как бы не курорт, потому что курорт там сложно это назвать. Живут здесь в основном богатые люди, хорошо живут. Основная масса, конечно, бедное население, потому что здесь самые низкие налоги, здесь самая низкая оплата труда и могут хорошо позволить себе жить здесь, именно на расслабоне. естественно богатые люди, но здесь американцы, если многие думают, что они там на расслабоне живут, вы ошибаетесь. Кто хочет хорошо жить, по крайней мере мои знакомые пашут как минимум на двух, а то и на трех работах. Но чем отличается основная идея американской жизни, отличается она от российской? Тем, что если вы пашите всю жизнь, вы потом шикарно живете. И в ресторанах здесь сидят пенсионеры и на самых дорогих машинах здесь ездят пенсионеры. Поэтому с этой точки зрения, вот реально, хотелось вот просто, когда я только это все вижу, особенно как дети реагируют на эту жизнь, когда дети, была такая ситуация, одна женщина приехала с ребенком там за своей дочерью, но естественно ей тут не понравилось, потому что там-то она жила в шоколаде, а здесь нет, здесь приходилось что-то как-то крутиться. Она решила вернуться. И ребенок просто сказал ей при мне, если хочешь вернуться, убей меня здесь. Но вы должны понимать, что это ребенок был не из простой школы, и в России он ходил не в простую школу. Здесь отношения к людям просто колоссальные. И не важно, что говорят, что это искусственно. Да пусть лучше мне улыбаются искусственно, и позитив везде искусственный, чем правдивое говно и болото, понимаете? А мы, русские люди, зачастую не понимаем, что закрывать глаза на реалии, то что происходит в России, это не патриотизм, это долбоебизм. Патриотизм наоборот, открыто говорить о том, что есть, выражать недовольство своей властью, если власть себя ведет неадекватно. Это прописано в Конституции. Что происходит на деле? Сейчас за лайки ВКонтакте людей сажают, дают огромные сроки. Уроды всякие живут, кайфуют. Нормальные думающие люди просто не могут даже сейчас нормально высказывать свое мнение. Я уже не раз говорил на эту тему, но не хочется трогать темы политики, религии, потому что это не есть хорошо. Религиозные люди, точно так же, как и политически настроенные люди, это больные люди. Здравомыслящий, думающий человек, он всегда в адеквате, всегда смотрит на мир через призму логики, если хотите, здравомыслия, обдумывая все с разных сторон. Что происходит? Был такой вот прикольный случай, у меня есть, я уже говорил, здесь живут очень хорошие люди, мои друзья, мы общаемся. Уже 20 лет они здесь живут, трое детей у них, но тем не менее они постоянно, постоянно очень сильно критикуют всех тех, кто приехал в Америку. И вот плохо высказывается о России, что Россия такая замечательная страна, что Путин там все делает, жопу рвет ради народа, а народ неблагодарный, не понимает этого. Я пытаюсь как-то с ними тоже говорить на эти темы, но не слушают меня. Говорят, что я просто не понимаю, 4 года всего здесь в Америке прожил, Америка это такая же большая клоака. Возможно так и есть, но нужно понимать, что правительство, которое имеет свой народ, пригибает его, которое сейчас рекламирует жизнь в Северной Корее, где люди траву жрут, ну это неадекватно. Где с вас требуют, не давая ничего взамен, где ограничивают права, где за то, что человек там ловит покемонов, в церкви сажают, просто, на мой взгляд, маразм. Никто почему-то не задумывается о том, что можно оскорбить чувство неверующих людей тоже. Как ведь, как может оскорбить чувство верующего человека, если я скажу, что Бога нет, что я не верю в Иисуса Христа? Ну чисто вот гипотетически скажите мне, потому что если я во что-то верю, то никакие высказывания меня никак не оскорбят. А по этой логике само наличие церквей, мечети, не важно что, поймите, это сейчас чисто гипотетически говорю, оскорбляет здравомыслящего человека, который не верит в книжных богов, который не верит в религию, которая идет рука об руку с политикой, которая имеет акцизы на сигареты, на алкоголь, которая пропагандирует зомбирование. Это не есть нормально. Глава церкви, РПЦ, это же, блин, ну посмотрите, это самый настоящий нигер. На нигере, правда, меньше всего золота, цепей, побрякушек, перстней, часов, реально вам говорю, здесь есть тоже такие чудики, но это выглядит смешно. И скажу одно, во власти нет нормальных людей. Никто, никогда, здравомыслящий человек не будет призывать никого к терроризму, к переворотам, к революциям, потому что это очередное падение и возведение к власти, приведение очередного олигарха. Но и народ свой дрючить нельзя. Что-то мы много сегодня с вами о политике, о религии. Друзья, смотрите мои последние видеоролики, они очень актуальны и познавательны, как для мужчин, так и для женщин, как для парней, так и для девчонок. Настоятельно рекомендую смотреть ролики с моим другом, очень грамотным специалистом, доктором, эндокринологом, гинекологом Алексеем Калинчевым, который помогает вам, девчонки, понять, что такое ГЗТ, что такое оральные контрацептивы, который реально имеет практические знания. Ведь обратите внимание, сейчас никто не скрывает, к сожалению, в России медицина только-только переходит в практическую, доказательную медицину. Раньше это была теоретическая медицина. И зачастую в 90% случаев сейчас она такой и остается, потому что это огромный бизнес. Вы понимаете, где бизнес, там лоббируются любые интересы. А посмотрите, для людей, которые видят, не закрывают глаза, которые не зомбированы официальными СМИ, первым-вторым каналом, которые читают, смотрят других людей, имеют точку зрения на вещи с разных сторон, понимают и видят, что в аптеках, в российских аптеках, каждый год минимум 20 препаратов снимается с производства и с продажи. В Европе, в Америке давно это уже все не работает, запрещено по причине того, что это не работает. Но кого интересует ваше здоровье? Кому интересно поставить вам зубы, чтобы вы больше не страдали этим зубами, чтобы вы больше не приходили лечить его? Точно так же, к сожалению, обстоят дела и в фитнес-индустрии. Невыгодно натренировать вас, чтобы вы получили хороший результат. Любой человек, в принципе, здоровый человек с излишним жирком, с худобой, может прийти в хорошую форму уже за 6 месяцев нормального тренинга. Ну, естественно, не будем считать то время, которое вам потребуется на обучение технике, основам тренинга питания. Но все это гораздо проще. Не нужны никакие тренажеры, не нужны никакие новомодные методики. Не нужен этот убогий кроссфит. Поймите, кто что там пытается говорить, что кроссфит там полезен, это для настоящих спортсменов. Друзья, кроссфит классический для настоящих дураков. Потому что он с гарантией убивает ваши почки и сажает ваше сердце. Здоровьем здесь и не пахнет. Но, оговорюсь, если вы будете заниматься кроссфитом и делать между каждым упражнением, между каждым подходом минимум 30 секунд отдыха, при грамотной технике это будет, конечно же, идти вам на пользу. Ну ладно, друзья, закончим. Тем более, какая-то мошка в рот залетела. На этом наше сегодняшнее общение. Мне было в очередной раз приятно с вами пообщаться. Надеюсь, и вам тоже. Все вопросы, которые я сегодня пропустил, уж извините, сложно на самом деле читать вот так, особенно когда яркое солнце. Если у кого-то есть действительно важный вопрос, пишите мне в личку, а лучше, извиняюсь, пишите. В комментариях на YouTube. Там я точно вам отвечу, потому что там я вижу все ваши вопросы и пожелания. Всем пока. Болеем за Таню в пятницу. Увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok